Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова я Светлана Упатова Рада вас приветствовать на своем канале Сегодня мы с вами приготовим Очень вкусный торт Но самое главное Он очень простой Практически это самый первый торт Который я научилась готовить Называется торт Зебра Посмотрите, так я украсила его И он так выглядит Называется он Зебра Потому что он черно-белый Мы его разрежем с вами И посмотрим Ну а сейчас начнем готовить Для начала Мы с вами разобьем 5 яиц В чашу миксера Белки с желтками Мы здесь не отделяем Просто разбиваем Можно взять яйца В высшей категории У меня сегодня первая категория В принципе особо разницы нет Видите только, чтобы скорлупа у вас не попала в миксер Вот я разбила 5 яиц Сейчас они будут взбиваться И я постепенно порциями буду добавлять 2 стакана сахара Они у меня здесь будут уже приготовлены И надо, чтобы у нас яйца с сахаром Взбились в плотную пену Это займет, например, на 15-20-25 минут времени В зависимости от мощности вашего миксера Яйца с сахаром у нас уже взбились Добавляем 1 стакан сметаны 10% Можно добавить больше процентов жирности В зависимости от того, какая у вас есть Но у меня сегодня 10% То есть здесь примерно где-то 450 грамм В этой баночке И сюда же добавляем Растопленное сливочное масло 200 грамм Видите, надо, чтобы оно было теплое Не горячее, а теплое Сюда же все добавляем И сейчас начинаем взбивать Примерно так же минут 5 Пока все полностью растворится В просеянную муку Здесь у меня 2 стакана Я добавляю 1 чайную ложку Вот такую приличную соды Можно даже чуть-чуть побольше Примерно 1,5 И сейчас прямо рукой здесь все перемешиваю Теперь вот эту смесь муки и соды Я добавляю постепенно На маленькой скорости уже миксер включаю И буду добавлять сейчас муку и соды сюда Полностью все И перемешиваем Вот такой у нас консистенции получилось Тесто Видите, достаточно такое густое Сейчас мы разделяем его на 2 части Приблизительно Смотрите на глаз Сколько у вас осталось в первой вашей форме исходной И сколько во вторую часть вы отложили Я думаю, что еще немножко сюда можно отложить Так, добавили Сейчас в эту часть, которую мы отложили Добавляем еще 2 столовых ложки какао Берите, именно вот такое какао Которое в виде какао-порошка Две ложечки Мы чуть-чуть не полные были Поэтому еще чуть-чуть добавлю Все, что здесь осталось Так, добавили Сейчас так быстренько все стараемся перемешивать Вручную уже Чтобы какао у нас полностью все растворилось В тесте Вот я перемешала наше какао Видите, тесто стало еще плотнее Для одинаковой консистенции В нашу белую часть я добавляю 2 столовые ложечки муки Также перемешиваю Старайтесь это делать максимально быстро Чтобы у вас там Схожесть соды не потерялась И параллельно я еще поставила Уже разогреваться нашу духовку Всегда оставьте тесто Именно уже в разогретую духовку Чтобы у вас там все было Готово В дальнейшем действии В кулинарии важна оперативность И точность В кондитерском деле особенно Так, добавили, перемешали Видите, консистенция примерно одинаковая И теперь начинаем заполнять нашу форму Форма уже подготовлена Внутри у нас, видите, кондитерская бумага Бумага для выпечки И сейчас я беру 2 ложки 2 теста Кладу вниз 2 столовые ложки белого теста Затем сверху 2 столовые ложки Темного теста Я уже у нас полосатая И так чередую Пока у нас все тесто не закончится Либо смотрите по размеру вашей формы Чтобы еще оставалось место Для подъема В конце мы еще сделаем Небольшую такую сеточку Я покажу, как украсить А сейчас выкладываем все тесто Вот у нас такое получилось слоеное тесто Сейчас мы его еще украсим вот так вот зубочисткой Что у нас, видите, получились как снежинки Тогда оно еще будет интереснее смотреться при разрезе Можно приготовить любой крем Какой вам нравится, например, сметанный Можно подать его просто без крема Можно украсить глазурью Варианты в горе Как у вас фантазии кондитера работает Вот такой очень вкусный получается Достаточно простой и быстрый в приготовлении Один из самых простых, пожалуй, тортов Вот видите, как красиво получилось Ну а сейчас мы будем ставить уже в разогретую духовку Как я вам сказала, он уже до 200 градусов разогретый И запекать примерно 25-30 минут приблизительно Вот такой большой, высокий у нас получился торт Верхушечка у нас режется Так что ничего страшного, что он у нас подгорел Мы еще приготовим сметанный крем Пока он у нас будет остывать И потом порежем его на коржи Так, посмотрите, у нас какой получился тортик Видите, рисунок видно такой черно-белый Поэтому он и называется зебра Сейчас мы будем его обрабатывать кремом, огущенкой И украшать Я сделаю несколько таких углублений У нас тортик уже остыл Он еще чуть-чуть тепленький Вы можете его охладить полностью Разрезать на коржи И промазать каким-то любым кремом, каким вы хотите Ну, а еще не так хочу попробовать Берем сгущенное молоко И поливаем сверху сгущенным молоком Можно растопить шоколад Шоколадом украсить Тоже очень вкусно, будет и здорово Такие вот красивые подтеки модные Сейчас сделаем из сгущенки Здесь у меня еще остались коричек Я еще посыплю орочками торт Вот, смотри, как красиво получилось Ждем 2 часа и будем дегустрировать Ну, а сейчас наш торт готов И мы его порежем Отрезаем такой париричный кусочек Такой плотненький Получился по консистенции Прямо так уже не терпится попробовать Какой такой у нас получился О, смотри, какая красота Прям мураморный такой Интересно, красиво, видите? На 7 плюс, супер Сейчас я покажу вам разрез, который получился у нас Внутри самого еще тортик Красота! Ну что, сейчас попробуем Какой у нас по вкусу Так Я уже заварила чай И сейчас буду дегустировать Вот все-таки домашний торт Не сравнится ни с одним покупным Прямо домом, да? Ассоциация Уютом С теплом По вкусу такой В меру сладкий Приятный И как бы с шоколадным привкусом Вот эти вот слои Даже не знаю, с чем сравнить Вот этот вот вкус торта зебра Он такой неповторимый Уникальный Я думаю, когда вы приготовите Вы меня поймете Его ни с чем нельзя спутать Ну что, не забывайте подписываться на мой канал Ставьте пальчики вверх Следите за мной в социальных сетях И, конечно, смотрите новые видео в ютубе Пока-пока